Глава пятая. Вопросы главы. Объективы и плёнка. Объективы и ИСО. Объектив, плёнка и ИСО. В данной главе книги мы подошли к этапу, на котором начинаются некие зависимости. До этого мы говорили в основном о постоянных величинах, то есть абстрактно рассматривали элементы без взаимодействия. Первая зависимость, на которую важно обратить внимание, — это объектив и плёнка. Для того, чтобы прояснить этот вопрос, я хочу ввести некий термин для удобства понимания — элемент таблицы сопротивления. Я обозначил зависимость объектива и плёнки как элемент таблицы сопротивления, потому что в полную таблицу входит также интенсивность света, выдержка, диафрагма и остальные элементы, от которых зависит верное экспонирование плёнки. Данная таблица необходима для того, чтобы вы могли понимать заранее, что будет на кадре, чтобы он был прогнозируемым. Но в данный момент мы будем говорить о взаимоотношении объектива и плёнки, как об элементе данной таблицы. Остальные элементы будем подставлять в том случае, когда нужно будет объяснить какое-то явление, и будет необходима видимость полной картины. Таблица сопротивлений — сама по себе вещь достаточно сложная, и она рассчитывается отдельно для каждого фотоаппарата. Также существует усреднённая таблица сопротивления, которая даёт понимание и некую логику самой съёмки, а вы уже под конкретный фотоаппарат для себя корректируете таблицу. Опишем взаимодействие объектива и 35-мм плёнки. Мы могли бы обозначить 50 мм объектив как некий оптический центр среди фокусных расстояний. Считается, что это фокусное расстояние максимально близко человеческому глазу. Также мы для себя вывели центр сопротивления плёнки — это ISO 400. При этом не имеет значения, говорим мы о диапазонной плёнке или предельной. То есть можно сказать, что плёнка с показателем ISO 400 идеально подходит под оптику 50 мм. Когда мы говорим, что объектив соответствует сопротивлению плёнки, это можно сравнить с патроном нужного калибра, который идеально подходит под конкретный пистолет. Если говорить с точки зрения полной картины, то для получения качественного снимка, где оптика идеально соответствует сопротивлению, 50 мм максимально подходит для ISO 400. Однако важно сделать пометку, которая в математике обозначается как при прочих равных условиях. То есть это не означает, что на объектив с фокусным расстоянием 50 мм нельзя поставить ISO 800. Безусловно, вы можете это сделать, но необходимо понимать и учитывать, что произойдёт в данном случае. Когда я говорю «хороший снимок», я имею в виду резкий, точный, качественно экспонированный кадр. То есть наилучший результат, которого можно добиться при сочетании данного фотоаппарата, плёнки и объектива. Безусловно, учитывая задачу, необходимое зерно, контраст и широту негатива, но опять же при прочих равных условиях. Если переложить эту логику на модели ружья, то чем длиннее будет ствол и мощнее патрон, тем дальше полетит пуля. Чем короче будет ствол, чем больше будет ударная волна на ближайшей дистанции. При этом длина полёта и пробивная способность на дальние дистанции будет относительно небольшая. По сути, объектив 50 мм можно сравнить со стандартным армейским пистолетом, который отлично стреляет на дистанцию 25 метров. Что касается плёнки, то мы уже говорили в прошлой главе о диапазонных и предельных типах плёнки. Если поставить предельную плёнку, то показатели СО изменить будет нельзя. Но показатель диапазонной плёнки, например, IlFortage 5400, можно будет изменить и, соответственно, она подойдёт под разные объективы. Такую плёнку можно поставить и на широкоугольный объектив, и на длиннофокусный. Однако важно понимать, что даже диапазонные плёнки с номиналом, например, 400, наилучшие результаты дадут именно с этим показателем. Во всех остальных случаях будет изменение контраста. Мы уже говорили ранее о процессе Push и Pull. Лучше всего использовать изначальный номинал плёнки. Так будут наиболее качественные снимки. Например, зачем использовать Push для показателя ISO 3200, когда можно поставить плёнку 3200? Безусловно, тот же IlFort Delta 3200 имеет настоящий номинал 800-1200 ISO. Однако при проявке, как 3200, качество выше, чем Push IlFortage по 5400 до 3200. Исключением является ситуация, когда под рукой нет необходимой плёнки, а условия требуют повышения показателя ISO. Есть ещё один немаловажный момент при работе с процессами Push и Pull. Если вы проявляете плёнку и делаете сканы не самостоятельно, а пользуетесь услугами лаборатории, то может произойти так, что вам проявят плёнку по изначальному номиналу, не учитывая вашу корректировку при съёмке. Особенно важно это учесть, если вы проявляете плёнку в Европе или просто в новом для вас месте, где специалисты ещё не знакомы с особенностями вашей работы. Например, во многих европейских лабораториях проявочная машина считывает DX-код плёнки, и то, что вы снимали с корректировкой ISO, просто будет не учтено. В результате плёнка будет испорчена. Далее рассмотрим фокусные расстояния объективов, которые чаще всего используемы. Я буду говорить о стандартных расстояниях на дальномерных плёночных камерах. Как обозначено на рисунке, крайнее минимальное фокусное расстояние – это 21 мм. Противоположное крайнее обозначение – 135 мм. Я бы сказал, что это предел фокусного расстояния для дальномерной камеры. Длиннее вы попросту не сможете кадрировать. Если камера будет недальномерной, то здесь будет и 200 мм, и даже длиннее. Соответственно, самое большое сопротивление ISO 25 будет строго соответствовать оптическим характеристикам фокусного расстояния 135 мм при наличии хорошей интенсивности света. При противоположном крайнем показателе оптики 21 мм идеальное соответствие ISO будет 3200. Средний оптический центр будет иметь показатели ISO 400 при объективе 50 мм, как мы уже обозначили в начале главы. Это некий каркас таблицы сопротивления. Однако в полной таблице, как уже было сказано, включены также показатели интенсивности света, диафрагмы и т.д. Что касается интенсивности света, то можно условно обозначить утро, день и вечер как три основные показателя его интенсивности. Утром интенсивность света растёт, днём она достигает зенита, а вечером идёт на спад. Это условно. Соответственно, на разных интенсивностях света будут разные эффекты. Это всё касается только 35-мм камер и не касается среднего формата. На среднем формате плёнка сама по себе больше и соотношение параметров потребует определённой корректировки. Продолжая описывать каркас таблицы, обозначим, что фокусному расстоянию 28 мм наиболее подходящим показателем ИСО будет 1600. Опять же, это не значит, что на 35 мм нельзя поставить ИСО 1600. Но с точки зрения нашей практики, соотношения будут именно такие. Следующее фокусное расстояние 35 мм. Более всего подходит к показателю ИСО 800. На фокусное расстояние 50 мм и 75 мм лучше всего подойдёт плёнка с ИСО 400. Фокусное расстояние 90 мм обозначим как некий предел плёнки с ИСО 400 при соответствующем фотоаппарате. Например, лейка серии R и M позволяет это сделать и выдержка отрабатывает так, как необходимо. Но не на всех фотоаппаратах на 90 мм можно будет поставить плёнку с ИСО 400 и получить хороший кадр. Теоретически, взаимодействие оптики и ИСО самого сопротивления такое, как мы описали. Однако эти показатели будут давать максимально хорошие снимки при прочих равных условиях, чего чаще всего не бывает. На примере логической модели пистолета мы могли бы описать суть теории так. Теоретически, с некого пистолета при определённых боеприпасах мы можем пробить бронежилет, например, толщиной 5 мм. Но это только в том случае, если попасть в него под углом 90 градусов. Если пуля пройдёт по касательной, то она может отскочить или отрикошетить. Поэтому, с точки зрения фотографии, говоря об идеальных соотношениях оптики и ИСО, плёнки мы говорим при прочих равных условиях. Например, на вопрос, получится ли фотография, если поставить плёнку Portra 160 на объектив с фокусным расстоянием 35 мм, я бы не ответил однозначно да или нет. Нужно пробовать. Однако, я бы не стал ставить Portra 160 на объектив 35 мм, а поставил бы 400. Но вы можете делать так, как посчитаете нужным. В фотографии нет запретов, есть свобода выбора и навыки фотографа. К тому же, зная правила и последствия их нарушения, вы можете делать это управляемо, что позволит вам получить совершенно уникальные эффекты и приёмы. Некоторые фотографы считают, что объектив 50 мм подходит практически для всех условий. Однако, ночью, вечером, я бы предпочёл снимать на 35 мм, так как он шире и свет собирает лучше. А днём я бы рекомендовал поставить 50 мм, если у вас есть два объектива, потому что для этих условий он подойдёт лучше. Но это не значит, что днём нельзя поставить 35 мм. Я лишь говорю о том, что рекомендуется, исходя из моей практики, ставить на тот или иной объектив, учитывая интенсивность света и ИСО, то есть отношение сопротивления и объектива. Что касается цифровых камер, то эти принципы будут работать, но не всегда, потому что в данном случае изображение выдумывает матрица камеры и алгоритм программного обеспечения. Так что всё будет зависеть от того, какой у вас фотоаппарат. Каждая камера будет расшифровывать снимок по-разному. Что касается оплёнки, то вам нужно запомнить, что чем длиннее объектив и выше интенсивность света, тем больше должно быть сопротивление оплёнки. Соответственно, чем короче объектив и меньше интенсивность света, тем к более высоким показателям ИСО необходимо стремиться 1600-3200. Однако, когда мы говорим о данном элементе таблицы сопротивления, его показатели необходимо воспринимать только как рекомендацию, а не как единственно верное решение. Данный элемент даст вам определённую логику, которая поможет ориентироваться в показателях, прогнозировать снимки и добиваться того кадра, который вы замыслили. Далее в таблицу добавится диафрагма, интенсивность света и выдержка, которые также заставят вас думать определённым способом. А когда вы научитесь этой логике, то таблицы будут не нужны. Вы в уме сможете сопоставлять все данные, выбирать показатели и прогнозировать качественные снимки. Например, я планирую поездку в Африку. Предположительно, я буду снимать большую часть времени с дальнего расстояния, например, животных. Для этого мне бы понадобились объективы 90 мм и 135 мм. Для примера мы берём дальномерную камеру. Также, вероятнее всего, будет много яркого света. И я бы взял плёнки с ISO 100, 125, 160. Такой подход с одной стороны даёт вам логику, а с другой стороны позволяет планировать то, что вы будете делать. Также необходимо помнить, что у широкого угла глубина резкости потенциально выше. Безусловно, необходимо в том числе учитывать плёнку, которую вы ставите. Например, при 50-мм объективе хорошо подойдёт плёнка с ISO 800. Однако кадры будут достаточно концентрированными и контрастными. Если дождаться, когда свет станет менее интенсивным, то и кадры будут менее концентрированными. В любом случае, всё будет зависеть от логики, которую вы будете использовать при построении кадра. Но, как уже было сказано, наилучший результат получится при номинале ISO соответствующим параметру плёнки и необходимости учитывать все остальные параметры. Далее рассмотрим данную логику с точки зрения инструментария прикладной науки. Как это применить в жизни? По сути, объективы и плёнка — это взаимодействие инструментов, которые вы используете для решения задач в повседневной жизни. Как можно увидеть на рисунке, среднее сопротивление — это некий инструментальный центр. Справа при повышении сопротивления будут расположены полнодиапазонные технологии — ПДТ. А слева при понижении сопротивления инструментальный комплекс раструб. То есть комплекс-сектор предназначен для среднего сопротивления. По сути, это обычные задачи, связанные с работой, личной жизнью и так далее. ПДТ предназначены для того, чтобы преодолевать огромное сопротивление. Это может быть взлом холодного рынка, построение бизнеса. Если же вам ничего не мешает и препятствий нет, то можно обойтись комплексом раструб. То есть все инструменты прикладной науки имеют разный силовой компонент воздействия. Названия ПДТ, сектор, раструб и другие — это условные названия инструментальных комплексов, предназначенных для решения задачи жизни и деятельности человека. Опишем это на логической модели огня. Как говорил академик Макаров, огонь бывает трёх видов. Огонь, который горит в печи, и он предназначен для того, чтобы согревать дом. Пожар, который всё сжигает на своём пути, но при этом он не прошибает стены. Лазерный луч, который прошибает стены. Все виды огня предназначены для разных целей. То же самое на фотографии. Если у вас большое количество света и длинный объектив, то эффект лазерного луча точно не подойдёт. То есть диафрагму закрывать нельзя, и поставить её следует хотя бы на показатели 4. При этом эффект лазерного луча подойдёт в ситуации, когда света немного. Например, когда свет пошёл на спад. Самый лучший подход к фотографии, по моему мнению, это приучать себя к логике и не приучаться к каким-то определённым цифрам. Цифры — это некий анализ и теоретизация. Я бы рекомендовал перед каждым кадром задавать себе вопрос «Что сейчас будет?» и в зависимости от ответа либо нажимать на спуск, либо подбирать верные параметры для задуманного. Сопоставляя данные, вы сможете быстро и чётко спрогнозировать качественный снимок. В жизни также. При сопоставлении параметров с точки зрения разума вы сможете управляемо прогнозировать те или иные ситуации и понимать, что будет происходить и что нужно сделать в определённый момент времени.